Здравствуйте! На нашем телеканале «Время новостей» и я, Евгений Нефанов. Смотрите сейчас. Безопасность пешеходная. Родители жалуются, мы пишем, в принципе, ко всем обращаемся, нам обещают. Где ходить в школу опасно? Меркурий продуктовый. Проверить подлинность товара мы, простые покупатели, можем теоретически в любом магазине. Как работает новая система? Не Москва культурная. Здесь какая-то прямо вот культура сопротивления ситуации. Что отличает город Омск? Итак, школы уже растягивают плакаты «Добро пожаловать» над своими дерьми. До 1 сентября осталось чуть больше недели. Сегодня общественники вместе с инспекторами проверили учебные заведения на предмет дорожной безопасности. Перед каждой школой должен быть пешеходный переход с яркой зеброй, предупреждающей дорожные знаки, пешеходные тротуары. Тему продолжит Анна Рыбина. Возле школьного забора, невзирая на знак, припаркована легковушка. По всей видимости, давненько. Потому что даже не завелась, когда инспектор ГИБДД попросил убрать авто. Хозяйке пришлось звать на помощь соседей, чтобы вытолкать машину. Несанкционированная стоянка – не единственное нарушение, которое есть рядом с 6-й общеобразовательной. Отсутствуют подходы к пешеходному переходу, асфальтированные. Отсутствуют ограждения проезжей части, пешеходные ограждения, чтобы дети не могли выходить на проезжую часть. Также мы наблюдаем здесь дефекты проезжей части, которые не соответствуют требованиям ГОСТа. Но самое удивительное – это переход в никуда. Знак здесь поставили недавно и для галочки, потому что положено ГОСТом. Но никто им не пользуется, поясняет директор школы Юлия Нечаева, инспектором. Просто деляется смысл данного пешеходного перехода. Детям не будут переходить. А вот как-то эту проблему можно решить? Да, здесь должны быть построены подходы данного пешеходного перехода. Проблема решится, потому что дети, которые идут в данных домах, тоже они должны здесь по тротуару двигаться, переходить именно посредственно перед школой. Нарушений масса исправить всё до 1 сентября нереально. Пускать ли сюда школьников в ГИБДД ещё подумают. Безопасность прежде всего. После шестой школы Народный фронт предлагает проехать в 13-ю. Здесь тоже не всё гладко. В прямом смысле. Асфальт настолько раздолбанный, что проехать по нему быстро невозможно. Оно и к лучшему рассуждает директор. Машины не носятся, дети в целости и сохранности. Не всегда это бывает безопаснее. Конечно, может быть, здесь водители снижают скорость. Но для того, чтобы они не носились, выразились, или не превышали скоростной режим, прежде всего здесь должны быть установлены искусственные неровности. Но пока неровности только естественные. Ямы, низкая обочина, облезлая зебра. Сейчас нам делают асфальт. К первому сентября вот там вот, видите, вот ямы. И здесь вот должны заровнять. В прошлом году у 13-й школы построили пешеходные подходы к переходу и даже установили светофор типа Т-7. Только он здесь и светит. Фонарей нет. Освещение у нас в школе. Наружное освещение есть. А по улицам наружного освещения нет. А вот как-то обещают решить этот вопрос? Вообще он рассматривался? Ну, рассматриваются на всех уровнях. Я так думаю, что по мере поступления, как говорится, финансов делают. А жалуются дети родителям? Родители жалуются. Родители жалуются. Мы пишем, в принципе, ко всем обращаемся. Нам обещают, что выполнят. А теперь напишет, куда следует еще и Народный фронт. Проблемные точки, конечно же, мы осветим в обращении в письма от лица общественности, уполномоченного по правам ребенка Омской области, Эльза Евгеньевна Степкина, направим в мэрию письмо с обращением, чтобы устранили те нарушения, которые сегодня имеются. Из 150 омских школ нарушения есть в 119. Кстати, неплохой показатель, говорят в ГИБДД, раньше было хуже. Перед днем знаний, зебры и подходы к переходам у школ проверят еще раз. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Город приходит в себя после сильных дождей. Сразу несколько кабинетов и актовый зал затопило в техническом университете. Такие фотографии сегодня появились в соцсетях. Оказалось, что в корпусе на улице Красногвардейской вовсю идет ремонт кровли. Устранять последствия пришлось студентам. Ну а дорожным службам приходится разбираться с ливневками. Их и так-то дефицит на улицах города. Так еще некоторые во время ливня забила грязь. Чистят по старинке мощной струей воды. В центральном округе таких колодцев 1247. И чтобы уследить за всеми, из казны уходит по 10 миллионов рублей в год. А как иначе, если без ливневок весь ремонт дорог идет на смарку? У нас основное разрушение дорожного покрытия из-за переуложнения основания происходит. Если бы была ливневая канализация и везде работала, гораздо дольше бы работала дорожная покрытия. Жители призвали обращаться в диспетчерские службы в случае проблем с ливневками. Телефон круглосуточной линии Центрального округа 904-804. Сегодня СМИ сообщили, что президент прилетит в Омск. Как сообщает РИА Супер Омск, со ссылкой на свои источники визит главы государства ожидается 29 или 30 августа. Впрочем, подтверждения этой информации из администрации президента пока нет. Ну а тем временем в Омск приехали авторы и участники международной художественной экспедиции «Не Москва». Они привезли свой проект в Омск, чтобы обсудить особенности местной культуры и поделиться опытом. Ксения Бесараб послушала разговор гостей и хозяев. Не Москву, а Омск и другие региональные города выбрал голландец Барт для своего первого путешествия в Россию. Он работает в Амстердаме, в Музее современного искусства и дизайна. Барту интересно, чем живут люди Транссибирской магистрали. Я здесь для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы они могли спросить у меня то, что им может быть интересно об искусстве. И, конечно, я хочу познакомиться с творческим сообществом Омска, посмотреть, как они преображают свою жизнь и выражают ее посредством различных медиа. Жизнь в Омске, которую изображают местные художники и деятели искусства, сложно сравнивать с другими городами, считает комиссар проекта Алиса Прудникова. Экспедиция искусствоведов побывала в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени. Собранная экспертами информация похожа на кардиограмму. В Омске, конечно, ситуация, которую очень сложно сравнивать с городами, в которых мы были до этого. Здесь все на таком каком-то андеграундном драйве, на такой вот как бы, ну, просто доведенной до пика вот как бы иронии, сарказме. То есть мне кажется, что здесь какая-то прямо вот культура сопротивления ситуации. Вот как бы, не знаю, идет дождь, а я вот вам такое веселое искусство задам. В проекте «Не Москва» участвуют эксперты со всего мира, а в их маршруте 12 городов. В каждом читают лекции о современном искусстве, а затем собирают нереализованные работы скульпторов, ландшафтных дизайнеров и других творческих людей на выставку «Большая страна. Большие идеи». Эта композиция 500 метров онлайн художник Люда Калиниченко больше года снимала все, что остается после ее нахождения в интернете. Арт-объект призван обратить внимание людей к накоплению бытового мусора. В интернете человек находится 70% своего времени и совмещает это с приемом пищи, а мог бы и меньше. Так художница пытается убедить своего зрителя. Эти макеты скоро станут настоящими работами. Мы таким образом даем возможность молодым художникам заявить о себе, показать свои проекты. И мы лучшие проекты реализуем действительно при государственной поддержке и при поддержке центра «Базар» на других площадках. Кроме этого, вся образовательная программа, которую мы везем, она, естественно, нам кажется, изменит, может быть, хотя бы мировоззрение двух человек или нескольких человек, которые придут к нам. Осмыслить противостояние периферии, городов Транссиба и центра Москвы, а после помочь творческим молодым людям заявить о себе – это главная идея, не Москвы. В следующем году презентовать проект будут на 58-й Венецианской биеннале, а выставку откроют в Брюсселе. Ксения Бесараб, Максим Баринов, Антенна 7. Почти два месяца в России правит «Меркурий» – система, к которой должны быть подключены все производители мяса, птицы, молока, то есть товаров животного происхождения. В «Меркурии» должен отображаться полный цикл производства – сырье, переработка, упаковка, транспортировка и прилавок. Все ли компании стали частью системы и есть ли хоть грамм пользы от этого нововведения? Сегодня в этом разбирались Денис Ионос и Андрей Кузьмин. Контур «Меркурий» проверяет, корректно ли внесены данные и подсказывает оператору дальнейшие шаги. Обучающий мультфильм вновь рассказывает о прелестях разработанной и внедренной системы «Меркурий». Зрители – сплошь взрослые и серьезные люди – представители омских компаний. Любовь Ивановна с производства замороженных полуфабрикатов. Включились в «Меркурий» они еще в январе, когда система была готова к работе. После того, когда объявили, что это в обязательном порядке, у нас выдаются выписки, то есть оформление ветеринарных сертификатов, это уже пошло к обыденному порядке, то есть выдается не так сложно. Но наше производство мороженое, например, оно не входит под контрольные продукты ветеринарные, но мы все равно для экспорта выписываем, то есть выдаются ветеринарные документы. Все бумажные документы и справки теперь заменяют электронные. Для экспорта товара это плюс. На электронный документооборот перешли многие страны. Но вмиг отказаться от бумажных напечатанных листков трудно, соглашается начальник отдела Росельхознадзора. За пять недель, что система официально работает, в Омске выдали полтора миллиона электронных документов на товары. С начала же года их уже больше шести миллионов. Многие предприятия интегрировали «Меркурий» в свою систему бухгалтерского учета для удобства. Точной цифры нет, но, по словам Алексея Харина, большая часть зарегистрированных компаний включилась в систему. Можно с уверенностью сказать, что коллапса никакого не произошло. Все, кто требовался, получили пароли, получили своевременно. Сегодня работают. Никаких срывов, поставок не произошло. И что еще самое главное, что система практически ежедневно совершенствуется с учетом мнения бизнеса, с учетом мнения потребителей и государственных контрольных органов. То есть разработчики работают практически в прямой связи с представителями бизнеса, с государственными контрольными органами. И постоянно идет усовершенствование работы системы, для того, чтобы она стала еще более удобной, более прозрачной. Такой полной прослеживаемостью товаров хотят свести к нулю фальсификат и повысить качество продуктов. Для ветеринарного специалиста одного из омских колбасных производств это самое главное. Лозунг «Меркурия» это прослеживаемость от поля до прилавка. И он сейчас, на данный момент, еще может быть не до конца полностью все критерии свои соблюдает, но мы, как производители, очень стараемся это сделать. Хоть и есть много ошибок, много технических проблем существует с его внедрением, но мы все стараемся. Для этого существует этот переходный период, в котором мы сейчас все участвуем. Проверить подлинность товара мы, простые покупатели, можем теоретически в любом магазине. Для этого нам нужно обратиться к продавцу и попросить сопроводительные документы на каждый товар. Но с внедрением «Меркурия» разработчики обещали, что мы сможем узнать всю жизнь этого продукта непосредственно на упаковке. Для этого производитель может, но не обязан, наносить либо QR-код, либо 32-значный код. Вот на этом молоке QR-код есть, я уже пробил его, он ведет только на сайт производителя. Собственно, так же, как и на этом сыре «Сиртаки», тоже QR-код ведет только на сайт производителя. А вот на колбасе омского производства никаких цифр, кроме штрих-кода, я не обнаружил. Несмотря на обещания, что покупатель сможет проследить весь цикл товара, пока такой информации на упаковке нет. «Меркурий» должен быть гарантом качества продукции. Но и покупатели своим мнением и в некоторых случаях здоровьем смогут это подтвердить или опровергнуть. Денис Ионос, Андрей Кузьмин, Антенна 7. И о спорте вратарь авангарда «Карри Рями» проходит курс лечения в Германии. Голкипер получил травму колена на пресезонном турнире в Челябинске. Она оказалась серьезной. Хирургическая операция прошла успешно. Сейчас «Карри» восстанавливается, и этот процесс сможет занять около шести месяцев. Президент авангарда Максим Сушинский заявил, что Куб поддержит хоккеиста в трудную минуту и сделает все для того, чтобы процесс лечения и восстановления проходил на самом высоком уровне. Стартовые матчи, сыгранные в новом футбольном турнире Куба губернатора Омской области, соревнуются 16 клубов из нескольких лиг. Первыми в спор вступили городские команды. «Росэлектроника-2» обыграла «Локомотив», а «Молния» сразилась с футболистами Сибирского государственного университета физической культуры. Комментирует Владимир Истомин. Быстрая фланговая атака «Молнии», удар форварда Даниила Горбачева и стремительные контровыпады футболистов Сибгувка. Обмен острыми атаками и первый голевой момент. Нападающие «Молнии» вновь здорово сыграли в касание. Даниил Горбачев бил с 8 метров. Вратарь успел среагировать на удар. И резкая серия атак футболистов Сибгувка. Быстрые комбинации. На 23-й минуте Андрей Сафроненко успел сыграть на Владислава Соловьева. Студенты повели 1-0. Хороший был настрой. Забили быстрый гол, повели в счете. Инициативу удержали в своих руках. Темп, напор и яркий ответ футболистов «Молнии». Иван Черноусов ушел от опеки. Нанес сильный удар с 22 метров. Герой первой части матча нападающей «Молнии» Артем Иванов. Форвард отлично сыграл на добивании. Через несколько минут футболисты в черно-красной форме, как по нотам действовали при подаче углового, Артем Иванов классно подрезал мяч в сетку. И «Молния» вышла вперед 2-1. Пока ведем, это хорошо. Но получилась комбинационная игра. Команда играла хорошо на меня, и получилось забить. Мощный натиск футболистов «Сибгувка». Молодые игроки блестяще использовали свой главный козырь – скорость. Красивый размашистый атакий «Молнию» выручил вратарь Александр Заика. Голкипер смелый, уверенно действовал и на линии вратарской, и на выходах. Отразил несколько сложных ударов. Это очень быстрая команда. Ребята молодые, постоянно в тренировочном процессе находятся. Постоянно в тонусе. И видно, что сегодня было, что они замотивированы. Так что соперник был очень сложный для нас. Но, тем не менее, мы тоже показали, на что мы способны. Показали класс. Скоростной футбол. Финты, быстрая распасовка в центре поля, рывки, передачи в переднюю линию, голевые моменты. Точнее, сыграли футболисты «Молнии». На 67-й минуте мяч пересек линию ворот. 3-1. Мы вели в счете, поэтому решили остановить игру. Взять в инициативу свои руки, контролировать мяч. Ну и пресекали атаки соперника. Пытались ловить их на контратаках. И сумели забить. Игра на кураже. Динамичные атаки, напряжение, красивые голы. Игрок команды «Сибгувка» Андрей Сафроненко опередил защитников, забил и вдохновил партнеров. Исход матча решил великолепный удар нападающего «Молнией» Артема Иванова. Мяч по замысловатой дуге впился в угол ворот. Без шансов для вратаря. «Молния» победила 4-2. Команда вышла в следующий раунд соревнования. Следующие матчи в розыгрыше Кубка губернатора пройдут выходные. Решающий поединок состоится 2 сентября. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна Си. Ну и на десерт. Торты из хрусталя, пирожные из золота. Сегодня в Омске состязались лучшие кондитеры. Они из муки, сахара и шоколада сотворили произведения кулинарного искусства. Секреты самой сладкой профессии распробовали Анастасия Скворцова и Максим Баринов. Торты, арт-объекты. Рецепты пока загадка. На оформление кулинарных шедевров и конкурсантов всего час. Полет фантазии приветствуется. Красавцы Георгины так и просятся в рот. Есть цветы не только можно, но и нужно. Они из сахара. Фигура золотой осени из мастики. Ее Светлана Варюхина вылепила с себя. Даришь людям какой-то, я не знаю, праздник. Потому что каждый день делаешь торты заказные, эксклюзивные. И понимаешь, что каждый тортик – это для кого-то особенный повод. У кого-то день рождения, свадебные торты. У кого-то события бывают, раль жизни. Пробовать вкусняшки может только жюри. Все кулинарные изделия оценивают не только на вкус, но даже на цвет и запах. Мы не ограничивали вообще в направлениях кондитерского искусства конкурсантов. Сейчас разные школы развиты. Направление – это у нас может быть и здоровое питание. Это может быть и домашняя тема, домашние торты, как у мамы, либо у бабушки. Которые минимум декораций, но вот это только натуральные ингредиенты, используемые при приготовлении. Это может быть кремовый декор. Это может быть кондитерская фигура из шоколада, либо из карамели. Но все изделия должны быть а – вкусными, б – чистыми, в – сохранными и безопасными. Но главное на конкурсе – это не накормить, а удивить. На это были брошены все силы пяти участников. Чтобы подготовиться к мероприятию, кондитеры практически не спали последнюю ночь. Я готовила до 12 ночи, а потом волновалась, думала, как все пройдет. Сегодня масляные кремы, калорийные бисквиты – вчерашний день. На первый план выходят муссовые десерты. Они легкие и очень вкусные. Свой торт Любовь Тагилова назвала йогуртовой с черникой. Он состоит из нескольких слоев. Этот торт едят замороженное, как мороженое. Он муссовый. То есть все торты муссовые, они охлаждаются. То есть если вы не съели этот тортик, вы можете спокойно его убрать в морозилку, достать потом, минут 5-10 он отошел и выкушаетесь. Симбиоз скульптора, художника и химика. Профессия кондитера сейчас очень востребована. По словам специалистов, средняя зарплата 30 тысяч рублей и вся жизнь в шоколаде. Этот кондитерский материал любимый у Алисы. Девушка два года назад переквалифицировалась из юристов кондитеры. Здесь ты занимаешься любимым делом. Не всегда сразу понимаешь свое призвание. И я рада, что я пришла к этому своим 30 годам. И я готова работать здесь бесплатно. Жюри пришлось сегодня не сладко. Все представленные изделия были настолько великолепны, что выбрать победителя удалось с трудом. Им стал Роман Ортман. Уже в октябре молодой человек представит Омскую область на всероссийском конкурсе в Тамбове. Анастасия Скворцова и Максим Баринов. Антенна 7. Таковы новости. До встречи. Внимание! Мир меха и планета обуви объявляет грандиозную распродажу. До 26 августа в честь дня рождения скидки до 50%. Твоя шубка ждет только тебя. А ты маркет. 6-я станционная, 3-й этаж. Приходи на день рождения. Тебя, тебя, тебя и тебя приглашает Рубин. 25 августа в 15 часов будет весело. Аниматоры, игры, шоу, программа и любимый мультик «Жил-был-кот» для всех гостей. Вход свободный. Жду тебя 25 августа в 3 часа. Твой Рубин. А за пакет спортивных телеканалов кто оплатить будет? А у меня все включено. Не подкопаешься, потому что омские кабельные дарят год бесплатного HD-TV. Звоните 66-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова